Мы не раз обращались к проблемам, возникшим вокруг этой организации. В нашей программе звучали точки зрения экономистов, юристов, акционеров, представителей МВД и налоговой полиции. Сегодня у нас есть возможность познакомить вас с точкой зрения Сергея Мавроди, главы этого объединения. Господин Мавроди, ваши враги и друзья рисуют ваш портрет абсолютно разными красками. Одни представляют вас каким-то чудовищем, другие национальным героем. Кто вы на самом деле? Да, начало, конечно, хорошее. Чудовище или национальный герой? Ну, наверное, истинно, как обычно, посередине. Наверное, ну, в принципе, я себя, конечно, чудовищем не считаю. Насчет национального героя это уж судить вам. Ну, я, например, за собой грехов никаких не знаю, так скажем. Вот скажите, вы признаете те обвинения, которые выдвигаются против вас? То есть, обвиняют вас в неуплате налогов, видимо? Да, меня обвиняют в неуплате налогов. Вот как раз, собственно говоря, здесь есть некоторые нюансы, что вот формальная позиция оппонентов, так сказать, она следующая, что вот вы не согласны с тем, что вам начислили налоги, неважно совершенно так оно или нет, может быть, действительно там мы не правы. Но действуйте цивилизованно. То есть, обращайтесь в арбитражный суд, заплатите налоги, а после этого обращайтесь в арбитражный суд и действуйте по закону. Позиция формально, она, в общем-то, достаточно убедительно звучит и, в принципе, формально она верна. Но, к сожалению, здесь есть некоторые нюансы, что, в общем-то, надо учитывать, в какой стране мы живем и как это все реально. То есть, реальная ситуация обстоит так, что если эти налоги заплатить, совершенно незаконно начисленные, но, тем не менее, формально вот я их должен был бы заплатить, если их заплатить, то их уже не вернешь. Это, в общем, реальность, если не следует считаться. Или вернешь через год, когда эти 50 миллиардов превратятся в ничто. То есть, по сути дела, это, ну, не говоря уже о том, что вот если сейчас заплатить эти 50 миллиардов, это просто была проба сил, так сказать, налоговой полиции. Это первая же организация и, собственно, это не та сумма, которую они хотят получить. То последовали бы следующие санкции и, в принципе, вот это уже могло бы стать опасным для фирмы. Конечно, 50 миллиардов это не опасно для фирмы, но следующие шаги. То есть, вот уже надо было на этом этапе как-то решать, в общем, в каком направлении двигаться. Вот именно в этом суть конфликта, вот если смотреть на это все с юридической стороны. То есть, вы настаиваете на том, что нужно сейчас, сегодня решить эту проблему, справедливое или несправедливое предъявленное вам обвинение? Да, в общем, да. Нужно решить эту проблему. Ну, к тому же уже, если вот углубляться в чисто юридические моменты, то есть, возбуждение уголовного дела по факту неуплаты налогов совершенно неправомерно. То есть, тут у них, у обвиняющей стороны, масса слабостей, вот чисто юридических, что тут нет умысла. Ну, понимаете, тут масса нюансов, просто это должны говорить адвокаты. У них абсолютно неустойчивая позиция юридически. Но, я еще раз повторяю, дело даже не в этом. Принципиальность страна вот именно в том, что заплатив сейчас 50 миллиардов, дальше последуют следующие санкции. И в конечном итоге это вот уже может нанести фирме серьезный ущерб. И вот это вот та реальность, которая есть. Вот надо было уже на этом этапе, еще раз повторяю, как-то уже определяться и решать уже на этом этапе все эти проблемы. Ну, тогда какой же вы видите выход? Значит, вот противная вам сторона утверждает, что вы должны заплатить налоги, а потом будем разговаривать, вроде бы, да, дальше судиться или что угодно. Вы говорите, что это практически нереально. То есть, если вы будете платить, то вы лишаетесь, ну, огромной суммы денег, давайте так скажем. Да. Немалые деньги. Вот как тут можно действовать? В данном, вот я считаю, что должен быть принят какой-то закон, что можно было бы оспаривать это все в арбитражном суде, уплату налогов до самого факта перечисления денег. Потому что, представьте себе ситуацию, что, ну, хорошо, вот мы могли заплатить 50 миллиардов без всякого там особого ущерба для себя. Ну, а представьте себе ситуацию, что эта сумма, по сути дела, разоряет фирму. А потом выяснится, что это было незаконно начислено. Что тогда вообще? Кто за это будет отвечать? Фирма уже не будет существовать. Тем более, что при нашей волокете это все сроки там, вы сами понимаете, какие. Я прекрасно понимаю вашу позицию, но вы говорите, должен быть принят закон. Сегодня закона нет. Существует ли какой-то выход вот в этой реальной ситуации? Нет, но вот в моей конкретной ситуации выход-то как раз существует, потому что налоговые органы не смогли это сделать достаточно грамотно. Они могли бы это сделать, вот просто, ну, начислить налог, там, все это оформить юридически. Тогда было все гораздо сложнее. У них ситуация, я говорю еще раз, крайне неустойчивая. Это дело просто развалится само по себе. Вот мое конкретное дело. Ваша позиция мне понятна. Ну, вот, ну, любой человек со стороны, все-таки, когда видит, что кого-то привлекают к ответственности, не просто, так сказать, самое задерживают, даже арестовывают, в общем-то, это же пробыли. Сколько времени пробыли? Даже просто арестовывали. Да, я говорю, вы там пробыли два с половиной месяца. Сами понимаете, время уж не такое маленькое. Неужели все-таки можно так вот ни за что человека последить на два с половиной месяца? Ну, судите сами, в общем-то. Вот эта статья, во-первых, вот, статья о неуплате налогов, она законодателям не относится к разделу тяжких. По закону у нас мера пресечения содержания под стражей применяется в исключительных случаях. Все-таки, ну, по крайней мере, общественное мнение существует, что, если нет огня, то хотя бы дым-то какой-то был в этом деле. Все-таки, раз вам предъявлены какие-то обвинения, значит, что-то все-таки было найдено, за что можно было зацепиться, что называется, что можно было вот такие санкции применить по отношению к вам? Нет, санкции, вот, собственно говоря, все это дело с неуплатой налогов, на мой, по моему мнению, это просто повод вообще, так говоря, что они не смогли найти других способов зацепиться, поэтому были вынуждены прибегнуть именно к этому. Этим объясняются все погрешности следствия, это все делалось наспех, и нужно было найти причину, по которой меня изолировать. То есть первоначальная причина, то есть вот мы тут путаем следствие и причину, причина была необходимость меня изолировать. А уже как следствие возникло это дело, а не наоборот, вообще-то говоря. После того, что произошло конкретно с вами, в общем, с вашей фирмой, вы верите в возрождение МММ? Может она занять те позиции, которые уже были ей заняты? Безусловно, она может занять, она, собственно, ничего особенного и не потеряла, в общем-то, говоря, в чисто материальном смысле, что просто была приостановлена властям, удалось приостановить деятельность, не более того. Это, в общем-то... Тоже немало ведь. Да, ну, конечно, немало, потеря темпа, потеря доверия. Вот в основном проблемы чисто, вот, потери чисто такого рода, что потеря доверия в какой-то степени, потеря темпа. Все это, в общем-то, вообще-то говоря, все эти проблемы легко преодолимы и решаемы. Единственная проблема, основная, вот, у МММ, это, в общем-то, что это фирма одного человека. Вот, недостатки и достоинства такого рода фирмы известно. Достоинства, я уже об этом писал, достоинства, динамизм, результат, но недостатки, что вот если с этим человеком что-то происходит, сразу начинаются серьезные проблемы у фирмы. Поэтому, вот, все наши дальнейшие действия и вот предыдущие все наши проблемы именно этим объясняются. Именно в этом корень вообще. И власти, судя по всему, это поняли, поэтому-то я и был изолирован. Вот, вероятно, в этом причина, конечная причина того, что они меня задержали. Ведь везде писали, что это глупо, бессмысленно и совершенно необъяснимо. Ну, а причина, вероятно, именно в этом. Ну, и сейчас с Вашим возвращением, ну, в первую очередь, конечно, Ваши акционеры, вкладчики ждут, так сказать, возобновления активной деятельности МММ и, ну, естественно, надеются получать там хорошие дивиденды. Да, но вот я уже тоже об этом говорил и хочу подчеркнуть вообще, это очень важно, что ситуация нынешняя такова, что, хотя я и сейчас освобожден, нет никакой уверенности, что не последует дальнейших санкций, что я не буду задержан опять. В сущности, решающим фактором моего освобождения послужило то, что я был зарегистрирован кандидатом в депутаты. Вот именно это было решающим фактором. Если я не стану депутатом, то у меня нет никаких оснований считать, что опять не последует подобного рода санкции. Тем более, что, вероятно, власти будут просто настолько, там, приятно поражены тем, что я не прошел, предположим, что на волне этой эйфории вполне могут меня еще раз арестовать. Поэтому дальнейшие наши действия, пункты все будут открыты 1 ноября, сразу после того, как будут известны результаты выборов. Спасибо за интервью. Пожалуйста. Как извините.